Доброго всем времени, суток! Дэмус, как всегда, здесь, на месте и готов начинать. Итак, сегодня у меня на повестке дня водка Бочаров Ручей, которую мне прислал Дмитрий из Мурманска, за что ему, естественно же, огромная благодарочка. Ну что, давайте открывать. Сейчас вылетит птичка, может быть. Недалеко, правда, ну ладно. У меня тут борщик стынет. Не резкий запах, но и не чисто спиртик с водой. Что-то тут зарыто еще. Ладно, пить вредно, пить страшно, и все мы там будем, и будем начинать. Так, я тут пока ложкой борщ мешаю, скажу по горячим следам. Сладость умеренная. Мягкость, я бы, наверное, сказал, что выше среднего. Чувствуется, опять же, водочная горчинка, достаточно такая неплохая. Послевкусие ушло достаточно быстро. А теперь борщ. Что я хотел посмотреть, забыл уже. Ваше здоровье. Первое, что бросается, действительно, есть горчинка. Не очень она мне напомнила здесь хлебную, но она есть. Ну и после начинается... Эпопея небольшая сладости. Но, опять же, повторюсь, после вкуса не стоит долго. И не заставляет переживать и страдать. Все, давай теперь читать и сопереживать. И смотри, как я опять все проливаю. Кстати, тоже в процессе транспортировки несколько она повредилась в плане целостности данной конструкции. Потому что несколько, немножко подпотекло. Ненадежно. Итак, Бочаров Ручей. Бочаров Ручей. Водка Спиртальфа. Спешил резерв Бочаров Ручей. Водка The Choice of Kings. Медальки собачьи, как я люблю говорить. Пшеница урожай 2022 года. Слушайте, ладно, когда там винище, какое-нибудь там коньячище. Но вот здесь вот это прямо настолько важно, что урожай именно 2022 года. Пол-литра 40. Водка Бочаров Ручей. Приготовлена с использованием инновационных технологий очистки воды. О которых, кстати, здесь никто нигде не говорит. Хотя, наверное, стоило бы раз есть чем похвалиться, чем похвастаться. То надо бы как-то про это. Значит, здесь у нас... Вот все вроде хорошо. И бутылочка же такая глухая. Потому что она вот такая синенького цвета. А это уже признак. Ого-го! Ну, можно же было вот сюда этикеточку еще одну нацепить. Потому что, ну вот это вот поиск истины через бутылку. Бутылку. Поберегите мои глази. Значит, водка Бочаров Ручей. Не особая, а просто водка. Состав. Вода питьевой исправленная. Спирт Альфа. Сахарный сироп. Настой спиртованный. Инжиро сушеного. Оригиналы. Ну и производит АО «Шуйская водка». Ивановская область. Город Шуя. Ну, за экономию на контр-этикетке. Борщ – это хорошо. Кто любит закусывать водку супчиками, борщицом, обязательно ставьте лайк. Инжир. Сушеный инжир. Мне кажется, когда-то в какой-то воде был этот сушеный инжир или просто настой инжира, но это что-то было очень давно. И я вот, допустим, так не могу даже вспомнить, что по вкусу себя инжир представляет, пробовал я его или нет, загадка. Ну, сладость здесь чувствуется. Я бы сказал, что со временем ты ее начинаешь чувствовать больше. Инжир, я так понимаю, тоже должен быть сладенький, поэтому у нас здесь сахарок, инжирчик. Все это друг на друга накладывается, накладывается, идет, 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 находят и колобок с кривой башкой. Но, вот то, что вот хочу отметить, по крайней мере, водочная составляющая здесь в наличии. Ты прям чувствуешь ее. И это, кстати, еще относится к тому, что ее нельзя называть супер мягкой. Не жесть, но и не супер мягкая. Вот, допустим, там ссылочка где-то выше, тоже подгонщик от Дмитрия был, две шуйские водки, я их там вместе мучал. Вот там, конечно, мягкость вообще не их совершенно, конек. Здесь, конечно, получше. За прогресс. Ну, реально, поначалу у меня она казалась не такой сладкой. Так, а какого черта я ее постоянно закрываю? Ох уж, ох уж эти руки, которым не до скуки. Я пока лазил там в интернетах, этих всяких ваших, искал какую-нибудь интересную информацию по этой водке. Что вычитал там? Оказывается, Бочарок в ручей – это резиденция президента. Так что вот так вот. Важно. А я даже и не знал. Так, как вы уже поняли, сегодня выпуск супер серьезный. И, возможно, даже не затянутый. Давайте быстренько сравним. И сравнение будет, как всегда, странным, но с элементами рационального зерна. Значит, для сравнения взял водку под названием «Буфетная традиция. Экспорт». Почему ее? Ну, она у нас здесь тоже на Альфе. Значит, здесь у нас есть настой риса, сахар и настой свежих зеленых яблок, которых в окусе... Не знаю, давайте, не буду пальцами показывать, а то кто-нибудь еще обидится. Ну, это бомжик. Это водка, которая по минималке практически всегда. А это все-таки у нас представитель. Буфетная, более резкая на запах. Так, ну, на контрасте. Ну, скажу так, вот она мне плеваться не заставляет. Да, конечно, сладость это чувствуется отчетливо. Может быть, тот, кто знает, что такое сушеный инжир, понимает в этом всем, вот этих сушеных, там, инжир, курага, вот это все, то вполне возможно скажет, что да, действительно, там полноценный вкус инжира. Для меня это просто что-то такое сладенькое и есть то, что, ну, то, что я люблю, это водочная горечь. Вот ты ее прямо здесь чувствуешь, что не просто какой-нибудь, так, спирт, вода и сахар, а еще и водочная горчинка, а еще и борщ сам себе не съест. Я тут пока сидел с умным видом борщ-номинал, замалы мне про момент, когда аккумулятор сдохнет, вот вовремя, вовремя опомнился. Теперь, которая у нас буфетная традиция. Ну, как я говорил, там яблоки где-то, где-то они росли на территории завода, поэтому их вписали в этикетку, более спиртяжная. Вот, вроде бы все неплохо, и горчиночка водочная тоже есть, но спиртовой шлейф гораздо более явственный, вот в сравнении. Так, ну, буфет мы уберем. Все, давайте по итогам. Это жарковато становится, у нас вроде как уже весна действительно пришла. Если до этого вообще какая-то пародия была бледная, нажалка, недоразумение. А сейчас прям потеплело, а батареи-то молотят, а не сзади меня. Вот у меня открыт балкон, ну, все равно я прям ощущаю. Тепло-тепло-тепло. Еще бы настроение улучшилось, 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 но это уже, это другое. Итак, водка Бочаров Ручей по цвету стекла, это прям премиалочка, но, конечно же, не ультра-лухари-премиум жир. Дмитрий, вот огромнейшее спасибо. Значит, ценник где купил? Я посмотрел в этих интернетах, самое, наверное, дешевое, то, что нашел, это было, ну, короче, 400 рублей. А так, как Дмитрий писал, там 500 с лишним, там 500, по-моему, 10 рублей стоило. Ну, за 510, наверное, может быть и дороговато, ну, за 400. Ну, раз у нас бутылочка-то вот такая вот с отливом, то, конечно, конечно. Ну, так и кетку, правда, зажопили, но это ж уже это, это во мне это, по вкусу. Водочная горечь имеется. Мягкость, конечно, в идеале можно было бы ее подтянуть, но здесь спасает то, что после вкуса очень быстро уходит и нет продолжительного вот спиртового такого шлейфочка, как вот, допустим, на сравнении. Хотя там водка абсолютно не жесткая, но именно то, что вот все это здесь быстро куда-то сваливается, это, как говорится, наш главный козырь сделанное дело. Сладость, да. Поначалу не казалось, что она сладкая, потом начинаешь это замечать, может быть, может быть зря, но так получается. Потом эта сладость надоедает. По поводу, как там этот фрукт-то назывался? Не имбирь, не жир. Вот минус вот это вот, когда ты зришь в корень через бутылку. Когда она отпитая, хрень же, ты что там видишь вообще? Инжир сушеный. Можно так ругаться. Ах ты инжир сушеный, сушеный ты инжир. Что-то я не о том. Ну ладно. Короче, про инжир здесь ничего сказать не могу. Могу сказать, что сладость есть и точка. Значит, ну, я бы, наверное, все-таки четверку бы поставил. Не плевался. Слушайте, я так давно не использовал свое любимое слово херабра. Ну, здесь не придется. Будем находиться в поисках. Так, я тут уже как последний мартовский грязевик полностью разлагаюсь, поэтому скажу очень быстро и кратко. Мнением ее субъективно, ничем не разбираюсь, бла-бла-бла. Все, за вас и до скорого. Фу, блин, как жарко-то. Да, вот чуть-чуть бы мягкости и чуть-чуть бы сладость подкрутить. И было бы... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok